Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Алина Сазонтова. Ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Это праздник всех тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несёт нелёгкую службу, борется с преступностью и обеспечивает правопорядок. По традиции, в День полиции работники МВД выходят на службу в парадной форме. А что интересного произошло в Десногорске, узнаете прямо сейчас. Сегодня выпуски смотрите. Православные верующие отметили престольный праздник главного храма Десногорска. В администрации города состоялась встреча главы с предпринимателями. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧАЭС привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. Управление по делам ГО и ЧАЭС отчиталось о происшествиях за неделю. Я почувствовала себя художником, когда начинала рисовать. Я научилась заново рисовать красками, ведь я долго не рисовала красками и получилось даже довольно неплохо. Десногорск присоединился к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». А сейчас об этих и других событиях подробнее. 9 ноября отмечается международный праздник – День против фашизма, расизма и антисемитизма. В 2018 году дату справляют восьмой раз. Этот день отмечается в память о печально знаменитой «Хрустальной ночи» – массовом расстреле евреев в Германии в 1938 году. Черная ночь положила начало Холокосту – массовому уничтожению евреев, в результате которого погибло около 6 миллионов людей. Вспоминая этот день, не стоит забывать об антисемитизме и преступлениях нацизма, и о том, что необходимо вовремя сказать «нет» тем, кто ограничивает права группы людей по любому признаку. 6 ноября для прихожан храма «Всех скорбящих радости» был особый день. Они молитвенно отметили престольный праздник. Как прошла торжественная литургия – смотрите в нашем сюжете. В 1999 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл совершил закладку камня в основании храма в центре города. Его строительство завершилось в 2010 году и с тех пор является храм главным священным местом, в котором десногорцы ищут спокойствия, прощения и понимания. Придя туда, каждый человек может быть уверен, что ему протянут руку помощи. Особо почитаемой святыней храма является древний образ Божьей Матери всех скорбящих радость, в честь которой храм и воздвигнут. В этом году на богослужения приехали священники других приходов, в том числе епископ Росховский и Десногорский Милетий. Он провел праздничную литургию, что придало празднику особую торжественность. А завершилась служба крестным ходом с песнопениями, религиозными знаменами с образом Иисуса Христа и окроплением православных святой водой. По милой Господи, по милой Господи, по милой Господи, по милой Господи. Священнослужители отметили важность престольного праздника для десногорцев. Сегодняшний день в Десногорске данный храм является кафедральным, главным храмом города. И это также торжество не только этого храма, но торжество всего города. Храм всех скорбящих радости, символ города, отмечает свой престольный праздник уже в десятый раз. И каждый раз собирают сотни верующих. В этот раз на торжество приехали паломники из Брянска, Росховля и Республики Беларусь. Мы не первый год посещаем этот храм. Благодаря отцу Виталию у нас очень тесная дружба с российским приходом. Мы приехали из Беларуси, из маленького города Климовича. Сегодня такой замечательный праздник. Мы будем домой уезжать и нести в сердцах своих тепло, свет и доброту. Много лет посещаю храм, и всегда ноги мои бегут. Я верю в Бога и довольна в меня. У меня радость всегда в сердце. Завершилась праздничная литургия всеобщей трапезой. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Десна ТВ Смоленские врачи смогут получить финансовую поддержку от государства, работая не только на селе. Программа «Земский доктор» расширена. С этого года туда включены города с населением до 50 тысяч человек. За шесть лет работы программы «Земский доктор» в больнице в районах трудоустроились 128 врачей, каждый из которых получил миллион рублей. В программе могут принять участие не только молодые, но и опытные инициативные специалисты в возрасте до 50 лет, которые готовы отработать на селе либо в малом городе не менее пяти лет. Программа действует ежегодно до 2024 года включительно. Киоски, ларьки и лотки ориентированы на большой поток людей. Сиюминутная торговля приносит выгоду своим хозяевам, но совсем не украшает город. Внешний вид таких объектов обсудили на встрече с главой. Заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков выступил с докладом перед присутствующими. Он рассказал, что некоторые торговые объекты города не только выглядят непрезентабельно, но и мешают свободному проходу жителей. Это в первую очередь касается палаток, где торгуют овощами и фруктами. Продавцы зачастую выставляют коробки за пределы торговой площадки и загромождают ими дорогу. И это не единственная проблема. После окончания трудового дня на месте таких объектов остается мусор, камни и подонны. Предприниматели попросили вывозить за собой эти отходы. Ведь на машине, которая привозит торговые конструкции, можно забрать и весь мусор. Предложили решение, которое позволит не загромождать коробками проходы. Для этого есть специальные стеллажи для овощей и фруктов. При этом администрация надеется прийти к пониманию с бизнесменами и не применять к ним штрафных санкций. Еще один вопрос, который обсудили с предпринимателями, это заключение договора аренды. С теми, кто осуществляет сезонную торговлю, оформляет соглашение на определенный период. С другими бизнесменами на три года. Если кто-то хочет поставить торговую палатку, он должен направить письмо на имя главы города. Далее вопрос будет решаться в других инстанциях. Пять фальшивых пятитысячных купюр изъяли смоленские полицейские, подозреваемые в их сбытии задержанные. В подлинности купюр, которыми пытались расплатиться покупатели, усомнилась сотрудница магазина в одном из поселков в Вяземском районе. Она и вызвала полицию. После изъятия первой фальшивки удалось вычислить возможное место жительства подозреваемых и задержать их по горячим следам. Еще четыре поддельные купюры один из задержанных хранил в обложке паспорта. Возбуждено уголовное дело. Им грозит срок до 8 лет. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления по делам ГО и ЧАЭС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧАЭС привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. По скрытию дверей – два раза. По оказанию помощи скорой – четыре раза. По поиску человека – один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 630 сообщений. Из них – 259 ложных. Поступило и отработано 13 просьб от населения. В областном центре прошел отборочный этап по программе «Умник». Более 30 учащихся смоленских вузов презентовали свои проекты в разных сферах – от информационных технологий и промышленной электроники до медицинского оборудования. Оценивали изобретения смоленских умников представители научного сообщества. Финалистами стали 11 человек. Заключительный этап будут оценивать представители бизнеса, и главным для них критерием будет коммерческая составляющая. Объединяющая сила МУС. Под таким слоганом в Десногорске прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Благодаря акции жители города окунулись в мир прекрасного. Подробности смотрите в нашем сюжете. Эта акция затрагивает все жанры творчества – живопись, театральное искусство, скульптуру, музыку, поэзию, хореографию, кинематограф и многое другое. Впервые «Ночь искусств» прошла в Москве в 2013 году, и посвящена она была звуку и всем его проявлениям – музыке, пению, шуму города и живой природы. Шестой год шагает по нашей стране – это волшебное мероприятие, и третий год под лозунгом «Искусство объединяет». Наш город впервые влился в это движение. В основу сюжета – мероприятили для мифа о девяти музах, покровительницах искусств и наук. Древняя Греция славилась своими философами, культурой и пантеоном богов, а музы не раз вдохновляли поколения поэтов, музыкантов, ученых и художников на свершение. Как в древнегреческой мифологии по выставочному залу порхали нимфу Парнаса, а возглавляла их директора историко-краеведческого музея Наталья Демьянова. Она же – муза истории Клио. Однако рассказ они вели не только об общеизвестных персонажах легенд. В их копилке была еще одна десятая полубогиня. Десятая муза – это муза Глиптия. Как раз таки художники эпохи Возрождения придумали эту музу и изображали себя часто с этой музой, даже вместе на картинах. Это муза-покровительница живописи, скульптуры и архитектуры. И мы сегодня проведем мастер-класс по написанию картины акварельными красками. В этот вечер каждый мог почувствовать себя кем-то вроде Моне или Гогена, воплотить на мольберте маленький кусочек своей мечты. Кто-то впервые прикоснулся к краскам, а кто-то уже пробовал свои силы в живописи, но бросил заниматься этим. Например, Маша Демьянова, несмотря на юный возраст, уже давно не брала кисть в руки. А тут такая возможность помнить, что значит творить. Я почувствовала себя художником, когда начинала рисовать. Я научилась заново рисовать красками, ведь я долго рисовала красками и получилось даже довольно неплохо. Живопись была не единственным видом искусства, которому могли обучиться гости вечера. Актер театрального проекта «Шаг навстречу» Геннадий Гриднев показал настоящее мастерство декламации. Трогательные строки и виртуозно сыгранные миниатюры – все это дало представление о том, какой титанический труд быть актером. А волшебный голос Елены Ткачевой, воспевающей любовь, заставил всех задуматься о красоте жизни. Все желающие могли в этот вечер научиться и бальным танцам. Мастер-класс для них провели парой спортивно-танцевального клуба «Феникс». Я чувствовала горы за то, что я могу научить кого-то тому, что я умею. Это очень прикольно. В Десногорске много талантливых людей, которые зачастую стесняются раскрыть свой творческий потенциал. Такие мероприятия – это возможность посмотреть на мир искусства и попробовать себя в различных сферах. Ночь искусств в нашем городе не стала первым блином. Уходя домой, каждый уносил с собой частичку прекрасного. В ближайшие дни старшеклассники посетят десятки заводов и предприятий. Эти экскурсии – часть проекта Общероссийского народного фронта «Неделя в профессии». Благодаря этой программе смоленские школьники знакомятся с предприятиями, на которые в обычные дни посетителям зайти невозможно. Главная цель акции – помочь юным смолянам определиться с будущим. Ребята познакомились с профессией сварщика, инженера, конструктора-расчетчика, пообщались со специалистами разных предприятий. Всероссийская акция «Неделя в профессии» продлится до 12 ноября. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем канале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин